Всем привет! Вы находитесь на канале Иной Гейминг Ченнел, и с вами Иной. 2018 год стал годом сплошных разочарований в игровой индустрии. Яркие проекты вспыхивали и гасли, как звёзды на ночном небосклоне. И если в мире синглплеерных игр совершить ошибку не так уж и сложно, то вот с миром ММО всегда было как-то попроще. Даже на самую закудалую ММОшку из Южной Кореи находился свой игрок. Но в этом году что-то пошло не так. То ли люди повзрослели и стали более внимательно относиться к своему выбору и заработанным деньгам, то ли проекты стали настолько отвратными, что это бросается в глаза уже на экране загрузки. Сегодня мы поговорим о пяти самых ярких ММО фейлах 2018 года. Добро пожаловать! 2 июля 2015 года состоялась УБТ Кабал 2. Игра была идеологическим продолжением старой, олдскульной ММО-РПГ Кабала. Я думаю, многие, если и не играли в игру, то хотя бы слышали о ней. Лор игры повествовал о могущественной группе, известной как Кабал, которая использовала свои ресурсы для превращения континента Неверет в утопию. В конце концов, участники этой группы переругались между собой и чуть не уничтожили планету. Первый Кабал сочетал в себе магию и технологии, которые являлись неотъемлемой частью друг друга в мире Неверет. Герои игры путешествовали на астральных досках и мотоциклах, сражаясь с мутантами и гигантскими роботами. В 2011 году разработчик EstSoft принимает решение о создании второй части игры, и в июле 2015 европейская локализация увидела свет. Несмотря на то, что в графическом плане Кабал воспрял духом, игра не дотягивала до уровня современной ММО. Да и оптимизация изрядно страдала. Постоянные просадки фпс, кривая анимация, но даже это не так страшно. Тот лор, за который многие игроки полюбили игру, куда-то испарился. Второй Кабал был исключительно фэнтезийным миром, какой есть в сотне других корейских фришек. В нескончаемой побеге от одной локи в другую, в долгий иной квестинг Кабал 2 стал воплощением корейской халтуры. Одной из игр, состряпанных на коленке. У него были такие же подельники, Black Gold Online и Dragon's Profit, если помните. Все эти игры слились за одну секунду, прихватив Кабал в долгое плавание на дне ММО. В конце разработчики оставили сухое письмо, в котором содержались дежурные фразочки типа «Мы старались, но не получилось». 18 апреля 2018 года проект прекратил свое существование, и его нежный труп был отправлен на пятую строчку моих ММО-фейлов. Место номер 4 «Альтея очнулась ото сна, и весь мир, созданный ею, исчезает у вас на глазах». Кажется, для проекта Dragon Nest эта фраза стала роковой. В ноябре 2012 года компания Mail.ru локализовала игру на территории Российской Федерации. Проект сразу же набрал популярность, поскольку сочетал в себе многие элементы, полюбившиеся игрокам в других проектах. Это нон-таргет-система, это клевая анимация скиллов, интересные классы и динамичное ПВП. Но со временем проект начал стагнировать. Обновления ее вводились в игру на протяжении двух лет до закрытия. Игроков кормили бесконечными завтраками в своих видеообращениях. 31 января 2018 года комьюнити-менеджер проекта Рина Папортничек опубликовала пост с аудиозаписью, где печальным голоском рассказала, что компания Mail.ru не может передать проект чьи-то руки или перевести игроков на евросервера. Привет, БДО, кстати. Все два года игроков заваливали донатом, доили на акциях с обещаниями ввести обновления. Но 26 февраля 2018 года сервера игры остановились, и вся жизнь на них перестала биться. Место номер 3. Еще до того, как заняться блогерской деятельностью, я испытывал голод по новым ММО-проектам. Сидел, ковырялся в интернете и как-то нашел игру Swordsman Online. Проект в жанре уся, который так полюбился игрокам, испытывающим фантомные боли по легендам кунг-фу. Swordsman насчитывал около 10 боевых школ, в каждой из которых были особые боевые стили, доступные только им. Боевка была чуть бодрее, чем в ЛКФ, а движок Ангелика отвечал за реалистичную анимацию эффектов. Сама игра представляла из себя лютым и бодроч, ради 1% опыта на капе, но полюбили ее не за это. Так же, как в Blade & Soul, у нее была балансная арена, где я любил позависать в свободное время. Помимо прочего, в игре было офигенное ГВГ, и мы получали истинное удовольствие, сражаясь с другими по фану. Так же в Мечнике проводились турниры, победителю которых давались нехилые плюшки, а твоя сдолотая статуя вполне могла украшать центр города. Но 5 июля 2018 года компания Perfect World решила закрыть проект. Основные причины – это отток онлайна, нескончаемые акции с сундуками и невменяемый комьюнити-менеджер с пиликающей микроволновкой и кричащими на фоне детьми. Полный непрофессионализм со стороны администрации умножил этот проект на ноль. Уходя, Swordsman Online прихватил еще одно детище от Perfect World – Jade Dynasty. Место номер 2 2018 год сотряс рынок не только онлайн-рпг. Вполне достойная моба Paragon не смогла потягаться со своими конкурентами. На старте игры компания Epic Games запустила довольно масштабную рекламную акцию, в которой продвигала свое детище при помощи роликов весьма достойного качества. Игровой комьюнити встретила игру на ура. Релизы Paragon ждали многие, но на выходе мы получили довольно медленную моба, на пятках которой наступали такие титаны, как Lake of Legends и Dota 2. И даже собственная разработка Epic Games под названием Fortnite. Парадоксально, но один проект компании помог уничтожить другой ее проект. В прощальном письме разработчики сообщают, что так и не смогли найти путь, по которому проект мог бы развиваться и удерживать свою аудиторию. 26 апреля 2018 года врата Paragon закрылись навсегда. Эту игру ждали. Эту игру хотели. Миллионы игроков следили за разработкой Wildstar и ждали того самого дня, когда наконец вступят на благие земли Нексуса. В 2005 году 17 сотрудников из Blizzard Entertainment покинули родные пенаты, чтобы основать собственную студию Carbine. Через два года компания NCSoft приобрела разработчиков со всеми потрохами и стала курировать разработку проекта. Wildstar увидел свет в июне 2014 года и распространялся по подписочной модели. Я был среди тех счастливчиков, которым удалось побегать на заре игрушки. Сервера ломились от наплыва игроков и ежемесячно мы только и делали, что запихивали бабки в системный блок, лишь бы продлить это сумасшествие хоть ненадолго. Но мультяшность игры и ее юмор могли сравниться лишь с тем хардкором, который царил на кап уровне. Чтобы получить ключ к определенному рейду, группе игроков предлагалось пройти один из данжей, но пройти его надо было на золотом ранге, а это значит, что за отведенное время никто из вас не должен умереть и выполнить дополнительные механики на боссах. В дальнейшем эти требования упростили до бронзовой медали, но пердаки игроков уже были нещадно сожжены. Пвп в игре было представлено в виде батлграундов 3х3, 5х5 и варплотов 40х40. Поначалу игроки с удовольствием осваивали этот контент, пока площадки не заполонили боты. Боты фармили, зарабатывали на них опыт и голду, и долгое время Carbine Studios ничего не могли с этим поделать. Также в игре отсутствовала система LFG, и сбор патьки на определенной активности представлял из себя тот еще геморрой. И даже когда игра перешла на фри-то-плей версию, с возможностью покупки премиум аккаунта, народ не перестал ливать. Давайте умножим это на отсутствие локализации, и блокировку по IP для некоторых стран, и картины выходят довольно мрачные. 28 ноября 2018 года сервера Дикой Звезды остыли навсегда, и это угасание я считаю самым ярчайшим провалом уходящего года. С вами был Иной, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и не забывайте оставлять комментарии, я уверен, что многие из вас останутся неравнодушными к этому видео. До встречи в новом 2019 году, пусть для каждого из вас он будет лучшим. И все таки, иной, как получить мунтов и гладер.